Эй, всем привет из Мичигана, это снова Сергей, канал Мичиганский Дневник. Я тут наткнулся на интересный график, с которым я решил с вами поделиться. Это результаты президентских выборов в США с 1976 года, в самом низу, вот здесь, до 2020. Голубая, цвет это там, где сколько проголосовали за демократов, красный за республиканцев, зеленый третья партия и желтый, это те, кто не голосовали. Вот что интересно, смотрите, фактически 50% почти населения вообще не голосует. Особенно вот 80-е годы, и вот где-то с 2000 года публика заволновалась, заинтересовалась. А до этого, тут конечно можно объяснять почему и как, но вот видите, Картер когда победил, 27%, 26% проголосовало за фора, то есть 46% вообще не голосовали. В 80-м году, а я кстати помню вот эти выборы, прикольно, да, 1980-й год, мне тогда было 9 лет, я жил на улице Молдогвардейской в Киеве, на Чоколовке. Тогда как раз Афганистан, напряженность, холодная война, и объявили, что Картер проиграл, который вел санкции против СССР, победил Рейган. У меня была надежда, ну, у меня была надежда, потому что надежду говорили, наверное, по новостям, программа «Время», 9 часов вечера, что возможно Рейган изменит политику и будет меньше напряженности в мире, бла-бла-бла. И мы все знаем, чем это закончилось, то есть вот даже тогда, казалось бы, вот видите, Рейган опять победил в 84-м году, причем результат был намного даже лучше, 31% проголосовали за Рейгана, тогда как 26% проголосовали в 80-м году. И вот большое изменение было 92-й год, это Клинтон против Буша-старшего. И вот это, насчет этого года, это вот республиканцы очень много стонут, потому что они бы считают, они выиграли бы, но у них победу украл кандидат независимый, это был Рос Перо, 11% он забрал, 11% большинство это республиканцы, которые, скажем так, либеритарианского направления этот Рос Перо предлагал, я точно не знаю детали, но он тогда объявил, и он был совершенно прав, что тогда планировалось подписать НАФТУ, это North American Trade Agreement между Мексикой, Канадой и США, то есть это североамериканский договор, согласно которому отменили налоговые тарифы между тремя странами. И он предупреждал, что эта работа, очень много работ потеряется, они идут в Мексику, и он оказался вправ в этом плане. Но теперь, благодаря этому договору, работа уходит из Китая, возвращается в Мексику, теперь Мексика, больше импорта из Мексики идет, чем из Китая в Америку. Это отдельная история, там свои игры идут, то есть вот это вот 92-й год, народ так заволновался, прыжок был очень сильный, сколько людей голосовали. Потом опять литургия, Буш против Керри, там была движуха. И вот 2008-й год, это самый первый год, когда я мог проголосовать, 38%, да, это самый такой низкий процент неучастия в голосовании. Обама победил, 33%, Маккейн 28%, потом снова чуть-чуть упал интерес. Вот в 2016 году, когда Клинтон проиграла Трампу, и заметьте, за Клинтон проголосовало 29% населения, за Трампа 28%, но Трамп победил, потому что в Америке здесь не большинство, кто голосует, побеждают, а побеждают тот, там по штатам идет, это electoral votes, то есть каждый штат имеет значение, и в этом плане, скажем, Калифорния могла бы сильнее повлиять на выборы, но мы считаем по голосам штатов, а не по общему голосованию, поэтому даже Клинтон победила в popular vote, так называемом, на 1%, но Трамп в этом взял президентство. Аналогичная ситуация была вот здесь, в 2000 году, 26.2 за Гора, 26 за Буша, и Буш победил. Там, по-моему, вообще Верховный суд рассматривал эти выборы. Ну, естественно, самое интересное, это вот 2020 год, это рекордно низкое процент неучастия, 33% не участвовало, и, как вы видите, за Байдена проголосовало даже больше людей, чем за Обаму, когда был самый рекордный уровень голосования, 33%, и за Трампа, 31%. Опять же, рекорд, то есть, что у нас здесь получается, рекорд был, а, не рекорд, извиняюсь, было уже у Рейгана 31% в 1984 году, у Буша-младшего рекорд был 31%, то есть, Трамп третий рекорд сделал, но вот люди, кто не участвовали, массово проголосовали за демократов. Вот, я посмотрел по статистике, вот что интересно, большинство, кто не голосует, это люди из, кстати, южных штатов, которые не демократические, и в большинстве больше всего не голосовал это молодежь от 18 до 25 лет. И, мне кажется, эта ситуация сейчас меняется, поэтому паника на бирже у республиканцев, потому что молодежь обычно голосует налево, скажем так, хотя я считаю, это прогрессивно, то есть, это голосует за прогресс, а не за торможение. И, мне кажется, это очень пугающая статистика, этот номер, это очень плохие новости для республиканцев. Им желательно как можно меньше людей голосовали, потому что тогда они будут побеждать. Интересно, есть какая-то связочка в этом плане? То есть, видите, тут вот когда 47% пофигистов постоянно выигрывали республиканцы. Тут уже есть... Ну, видите, вот я считаю, население меняется, меньше людей ходят в церковь, меньше религиозных, поэтому у республиканцев в этом плане серьезные проблемы. И вот меня продолжают спрашивать некоторые зрители, я был уверен, что победит Байден в 2024 году, а потом я стал сомневаться, потому что Байден серьезно начал тормозить или тупить. Ну, он слишком старый дедок, это, по-моему, нужно иметь верхний лимит. Если у нас пенсионный возраст 65 лет, то должно быть и, по-моему, скажем так, 70 лет должен быть лимит возраста президента. Нам нужны более молодые президенты. Эта работа очень сложная, тяжелая, поэтому старичков, пусть они во Флориду едут на пенсию, они тут пытаются решить судьбы человечества. Поэтому, а теперь, когда Камала Харрис вышла на, так сказать, на последний круг, на финальный забег, я 100% уверен, что она победит. Не знаю, какие проценты будут, но... Тем более, еще, наверное, в курсе, там, Майк Пенс, бывший вице-президент США, который был с Трампом, он сказал, что он не будет голосовать за Трампа. Это вообще, такого никогда не было, чтобы из твоей команды твои бывшие товарищи сказали, мы за тебя голосовать не будем. Ну, кажется, на Майк Пенс обижаться не надо, его обещали повесить тогда, 2007, когда было 6 января 2021 года, поэтому... И мне продолжают приходить на имя Саши, опять же, еще две сегодня пришли, в рекламке я отдельное видео, наверное, сделаю. То есть, она подписалась на Кеннеди, а Кеннеди продал информацию и приходит брошюнки на Трампа. Но он, в курсе, как вообще, как левак какой-то рекламирует, что он будет защищать Social Security, Medicare. То есть, он... Это левацкие такие брошюры Дональда Трампа, то есть, чувак боится. Ну, такая интересная графика, мне казалось, будет интересно вам показать. Всем большое спасибо за внимание, счастливо, пока!